Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о стратегии подготовки теплицы к завершению сезона и к зимовке. Дело в том, что теплицы, как и открытый грунт зачастую, являются сосредоточением различных инфекций, а также вредителей. Поэтому подготовка теплицы или грядок открытого грунта к следующему сезону является очень важным. Поговорим с вами о теплице для того, чтобы иногда вспоминать и об открытом грунте. В принципе, стратегии примерно одинаковые, но теплица является более сложным местом для выращивания растений. В силу того, что здесь имеются конструкции, укрытия и закрытое пространство, на которое в гораздо меньшей степени окружающая среда оказывает свое воздействие. Давайте начнем с почвы. Мы на нашем канале давали разные способы по обработке почвы. Для обработки против вредителей, против болезни. Существует множество вариантов с мульчой, без мульчи, под укрытием, спонбондом и так далее. В любом случае, с чего бы вы не начали обработку почвы, скажу вам сразу, что самым лучшим способом обработки, подготовки почвы после выращивания растений в теплице является частичная замена грунта. Если вы можете сантиметров на 10 снять грунт, заменить его на более свежий и более плодородный, это будет наилучшим вариантом для подготовки. Почему? Как правило, севооборот в теплице нарушен, выращиваются ограниченные растения. И поэтому все время накапливаются какие-то вещества, остающиеся после возделывания, например, это только томатная теплица или огуречная, или какая-то еще. В открытом грунте возможность для организации севооборота гораздо выше, поэтому там возможности для маневра с почвами у нас и больше. Что же делать, если невозможно заменить этот грунт? Придется его подготовить. До того, как вы вырвете растения, их надо аккуратненько срезать, для того, чтобы не повредить поверхность почвы и не позволить спорам грибков, бактериям и так далее внедриться внутрь, не закопать их как можно глубже. Существует несколько способов обработки почвы. Ну, самый биологический из них, это использование различных биопрепаратов наподобие триходермы зеленой, который уничтожит растительные остатки здесь, с находящимися на них патогенами, уничтожит самих патогенов и таким образом обезопасит ваш грунт для посадки растений в будущем. При этом существуют и другие способы, такие, например, как обработка над уксусной кислотой. Однако, надо помнить, что и триходерма, и над уксусная кислота лучше всего работают при температуре грунта 12-15 и более градусов. Если температура, например, в том же открытом грунте уже ниже и не позволяет вам использовать эти методы, то можно взять самый наш привычный простой раствор, искореняющий раствор железного купороса с мочевиной. Это 500 грамм мочевины, 500 грамм железного купороса, но мочевины можно чуть больше, на 10 литров воды и столовая ложечка лимонной кислоты туда. Все это как следует разболтать и очень тщательно обработать поверхность почвы до перекопки с тем, чтобы уничтожить на поверхности всевозможных возбудителей заболеваний. Какой из этих способов выбрать? Над уксусная кислота, триходерма и железный купорос выбирайте сами, в зависимости от температуры за бортом или температуры на грядках и ваших возможностей. Что вам дешевле, что вам больше подходит. В то же время некоторые из этих способов можно комбинировать. Например, сперва вы можете обработать из расчета 1 литр раствора от 1 до 5 литров, я бы даже так сказал, раствора на квадратный метр в зависимости от напряженности фона. Ну что такое напряженность фона? Если каждое растение в текущем сезоне было повреждено у вас кладоспариозом, то в этом случае у вас фон напряженный. Если только отдельные растения с отдельными листочками, то можно сказать, что фон у вас слабый. В первом случае используйте до 5 литров на квадратный метр. Во втором случае используйте до литра на 1 квадратный метр этого раствора. После того, как вы им обработали почву, после этого можно через неделю, дней 10 внести сюда триходерму и легко перекопать. Одновременно с триходермой сюда можно внести и сидораты, посеять сидораты. Какие сидораты лучше посеять, конечно, смотрите на нашем канале. Это отдельная история. Подготовленная таким образом почва будет освобождена от большинства возбудителей заболеваний. После того, как сидораты здесь взойдут и как следует вырастут, то же самое касается и открытого грунта. Вам их необходимо заделать внутрь. На самом деле заделка сидоратов на зиму не является такой же обязательной процедурой. Их можно и просто скосить. В зависимости от обстановки на вашем участке, вы должны выбрать стратегию или очень легкой обработки почвы, почти ее отсутствие. Либо же обработка почвы с переворотом кома. Когда сидораты у вас взойдут, или если почвы у вас достаточно плотные и вы не пользуетесь сидоратом, то вам стоит в обязательном порядке перекопать почву с переворотом кома. Если почвы на вашем участке легкие и рассыпаются, то вам непременно нужно обязательно использовать сидораты. Почему? Потому что сидораты своими корнями сделают такое укрепление вашей почвы в теплице, сформируют ком, который вы сможете перевернуть и ни в коем случае его не разрушайте. Это важно. Потому что многие участки сейчас атакуются почвенными вредителями, подгрызающими совками и так далее. Именно промерзание почвы, вот этих камьев почвы, где в основном сосредоточена зимовка многих, не всех, но многих почвенных вредителей и позволяет нам к весне полностью от них избавиться. Кроме того, перед перекопкой вы можете внести сюда препарат метаризиума, для того, чтобы он уже с весны, когда наступят благоприятные температуры, начал атаки на погибающих или погибших, или еще не погибших вредителей и довершил дело санации почвы от зимующих форм вредителей. А также вновь отрождающихся, те, которые также начинают весной вылупляться из куколок, отрождаться и атаковать наши растения. То есть они еще не жуки в готовой половозрелой форме зимуют. Вот таким вот образом необходимо приготовить теплицу, почву в теплице и приступить к подготовке стен. Ну, стены на самом деле можно готовить и до начала работ в теплице по обработке почвы. Но все-таки я вам рекомендую обрабатывать стенки теплицы во вторую очередь после первой обработки почвы. После того, как вы обработали поверхность или раствором железного купороса, искореняющим с мочевиной и лимонной кислотой, или надуксусной кислотой. Почему? Потому что любые рыхления, которые вы будете проводить, любые манипуляции с почвой, которые вы будете проводить, в любом случае поднимут вам здесь облако спор, облако этих возбудителей, которые снова прилипнут вам на эти стенки. Поэтому сделали первую фазу с почвой, а затем приступили к санации стен. Для санации стенок в случае напряженного инфекционного фона, а что это такое, я уже сказал, выберите лучше всего раствор гипохлорита, раствор белизны. Здесь вам уже не надо беспокоиться о необходимости добавления активатора монофосфата, вы можете просто приготовить раствор любой белизны, у которой на упаковке будет написан рецепт для дезинфекции, для мытья поверхности, для дезинфекции. Заряжайте этот раствор в пульверизатор и тщательно и обильно обрабатывайте все конструкции, все-все-все обрабатывайте этим раствором. Этот раствор полностью уничтожит вам всю микрофлору на ваших поверхностях, кроме того, он еще помоет вам накопления водорослей, всякие налеты, плесени, все, что здесь у вас было. Неплохо точно таким же раствором пройтись и сверху по теплице, потому что там загрязнений тоже хватает. Весной, как правило, мало времени для этого, а сейчас вполне это можно сделать. После того, как вы обработали свою теплицу гипохлоритом, ни железным купоросом, ни медным купоросом, ни чем-то еще, альтернативой этому способу является лишь использование бесхлорных перекисных отбеливателей. На подобии БОС, Персоль и так далее у нас на канале есть этот рецепт. Но не забывайте, что вода при обработке вот такими бесхлорными отбеливателями должна быть в опрыскивателе. Основательно горячий, по крайней мере 60-70 градусов. Именно в этом случае способ будет эффективен. Вот после того, как вы обработали теплицу, а эта обработка безопасна, поскольку гипохлорит, да и перекисные соединения превращаются в окружающей среде, в безопасные. Например, гипохлорит натрия превратится в поваренную соль. После такой обработки необходимо выждать хотя бы недельку, после чего на поверхность теплицы необходимо нанести конкурентную микрофлору. Это может быть либо триходерма, либо это может быть сенная палочка. Я их рекомендую с одинаково, то есть можно и то, и то, и то, и другое является достаточно эффективным. Почему? Потому что если потом при выполнении работ что-то опять туда полетит, оно там встретится с конкурентной микрофлорой, а патогенная будет в основном уничтожена. Что же делать весной с почвой? Многие спрашивают, а можно еще сенную палочку внести, а можно там еще что-то сделать такое? Это отодвиньте, уже все на весну. Дальнейшая стратегия будет заключаться в том, чтобы обогатить почву конкурентной микрофлорой, эндофитной микрофлорой, такой как сенная палочка, например, и в зависимости от проблемы, которая у вас была, выбрать тот или иной препарат. Если проблемой являются преимущественно корневые гнили, то выберите в основное внесение в почву по весне, обязательно выберите триходерму харциану. Она очень хорошо защищает, особенно огурец, от корневых гнилей. Если проблемой является фитофтора, то уложите мульчу сюда и как следует обработайте сеной палочкой эту мульчу, пролейте и делайте это с периодичностью хотя бы раз в две недели, одновременно с обработкой и вегетативной массой. Но эти подробности мы отложим на весну. А сейчас, пожалуйста, сделайте в теплице именно так. У нас много рецептов, в них можно легко запутаться, поэтому надеюсь, что это видео поможет вам выбрать правильную стратегию по подготовке теплицы к зимовке. И не бойтесь вносить в осенний период, когда уже холодно, биологические препараты. Они хорошо будут работать, как только здесь наступят для них благоприятные условия. Умереть не умрут, замрут и активируются, как только для них наступит их время. Это хорошая стратегия, которая позволит вам получить богатый и здоровый урожай. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»